Рассмотрим способ интеграции эскиза из автокад в эскиз деталей Autodesk Inventor. В автокаде нарисуем прямоугольник. Начало прямоугольника в начале координат. Ширина прямоугольника 100, высота 200 мм. Внутри этого прямоугольника рисуем еще один прямоугольник со смещением 30 мм. Ширина этого прямоугольника 40 мм, высота 140. Проставим все необходимые размеры. Укажем привязку внутреннего прямоугольника относительно внешнего. Также проставим их высоту и ширину. Сохраним данный чертеж в папке проекта, который активен в Autodesk Inventor. Назовем файл «Эскиз» и сохраним. Закроем чертеж. Перейдем к Inventor. Создадим деталь. В папке того же проекта. На панели «Вставить» выберем функцию «Вставить из автокад». Выбираем созданный эскиз. Нажимаем «Открыть». Открывается окно для настройки параметров. Выберем указать единицы, укажем миллиметры. Поставим галочки зависимости в конечных точках и применить геометрические зависимости для автоматического наложения зависимостей. Нажмем «Готово». В эскиз вставляется файл из автокад. Как видим, размеры из автокад преобразованы в размеры Inventor. Начало координат в автокад совпадает с началом координат эскиза Inventor. Как видим, необходимо еще три размера или зависимости для полного определения эскиза. Сделаем автоматическое наложение размеров и зависимостей. Применим и нажмем «Готово». Эскиз полностью определен. Линии приобрели синий цвет. Принимаем эскиз. Теперь его можно использовать для дальнейших операций. Например, выполним выдавливание. Выберем внешний контур эскиза. Введем значение выдавливания 40 миллиметров. Сохраним полученную деталь. И закроем ее. Теперь рассмотрим интеграцию трехмерных тел из автокад в автодеск Inventor. В автокаде создадим новую деталь. Переключим интерфейс на 3D-моделирование. С помощью полилинии рисуем эскиз. Начальная точка в начале координат. Нарисуем эскиз вала. Проведем вертикальный отрезок 50 миллиметров. Затем горизонтальный 10. Затем 10 вниз. Вправо 50 миллиметров. Затем еще 15 вниз. 60 вправо. И 25 вниз. Замкнем эскиз. Далее проставим все необходимые размеры. Расставим высоту. Затем ширину первого выступа. Ширину второго выступа. Полную ширину детали равную 120 миллиметрам. Далее высоту следующих выступов. После простановки всех необходимых размеров переключимся на вкладку тела и выполним вращение. Выберем созданный эскиз. Нажимаем Enter. И выбираем точки оси вращения. Далее введем угол вращения. 180 градусов. Выберем стиль отображения «Реалистичный». Получили твердое тело, созданное в Автокад. Сохраним данную деталь. Назовем ее «Ось». Сохраняем в папку текущего проекта «Автодеск инвентар». Закроем деталь. Переключимся к инвентару. Выберем «Открыть». «Импорт DWG». И выбираем нашу ось. Нажимаем «Открыть». Открывается окно настройки. Нажимаем «Далее». И вводим все необходимые параметры. Ставим галочку «3D тела». Если в файле Автокад было создано несколько твердых тел, их все можно импортировать в F-файл одной детали, поставив соответствующую галочку. Также поставим галочки «Поверхности и каркасы». Импортированные 2D объекты. Выберем каркасы проекта в двухмерный эскиз. Укажем единицы миллиметра. Остальные настройки можно оставить без изменений. Нажмем «Готово». Создается два файла. В один из них импортируется эскиз. Во вторую деталь импортируется твердое тело, в данном случае ось. Для большей наглядности изменим текстуру детали. Выберем зеленый море. Данное тело импортировано как базовое тело 1. Его эскиз отредактировать мы не сможем. Но можно выполнять дальнейшее редактирование детали. Например, с помощью функции смещения граней удлиним данную ось. С помощью точного ввода введем значение удлинения. 35 миллиметров. И нажмем «Ок». Далее с помощью функции «Зеркальное отражение» сделаем зеркальное отражение всего тела. Выбираем плоскость отражения. И получили целую ось. Также создадим фаски на краях данной оси. И сопряжение на переходах от одного диаметра к другому. Сохраним данную деталь. Первую деталь можем закрыть без сохранения. Зайдем в свойства «Инвентор». Назначим материал этой оси. Сталь. Можем определить сразу ее массу. Применим и закроем это окно. И сохраним деталь. И сохраним деталь.